Многие нижегородцы еще помнят, как мозаику на фасаде Дома физкультуры Чайка отреставрировали, и она стала больше походить на карикатуру. После всей шумихи произведение искусства и вовсе удалили. И теперь стена выглядит вот так. Однако, как нас заверили на газе, старая оригинальная мозаика все еще сохранилась. Она находится на фасаде, правда, под слоем утеплителя и специальными плитами. Напомним, пловец и Чайка стали печально знаменитыми после так называемой реставрации. В ноябре прошлого года. Горожане, а в особенности жители Автозаводского района, похоже, и сейчас пребывают в нелегком недоумении от увиденного. Да, потом другой был. Отреставрировали что-то на грузин, на какого-то похожего. Сюда все-таки дети ходят, плавают, купаются. Это была прежняя, очень красивая. Хотя бы как было, а не как то, что сделали. У меня, наверное, внучка так еще лучше бы сделала. Было красиво, люди обращают внимание, идут вот по той стороне и вообще смотрелось. А когда сделали такое, говорю, убожище, то тут вообще было. Караул. А социальные сети тогда и вовсе взорвались гневными комментариями. Мозаичное поно с изображением пловца и чайки на Брандмауэр и бассейна в Нижнем Новгороде не смогло пережить идущий сейчас капитальный ремонт здания. Но на этом дело не закончилось. Его решили вернуть. Это уже не мозаика, а обычный рисунок. Но зато какой. Кажется, неизвестный художник соединил в своем произведении общую концепцию советских монументалистов и традиции русского наивного искусства. В Нижнем Новгороде обновили советскую мозаику. Руки бы поотрывать. Сложно поверить, что это не фейк. Но если это правда, то можно констатировать достижение дна в эстетическом развитии современного общества и утраты школы монументального искусства. Была добротная, качественная, профессиональная работа, имеющая серьезную ценность. Вообще тут уголовщиной попахивает. Впрочем, история знает примеры реставрации еще смешнее и даже ужасней. Произведения искусства часто перестают быть похожими на оригинал, а то и вовсе превращаются во что-то невообразимое. Один из наиболее известных примеров – пушистый Иисус. Это фреска, находящаяся в храме Милосердия в Испании. В 2010 году 80-летняя прихожанка взялась ее отреставрировать и получилась весьма своеобразно и самобытно. Однако прихожанам понравилось. В 2015 году в Петербурге рабочие отреставрировали нимфу на так называемом «Доме печального ангела». Это постройка начала 20 века, которая получила свое название из-за печальной нимфы, которая после обновления значительно повеселела. В августе 2015 года Москва готовилась ко дню рождения города, и улица Мясницкая получила очень странный подарок. Лицо бога Меркурия на барельефе торгового дома Кузнецова удивительным образом преобразилось. Многие помнят недавнюю шокирующую историю с пожаром в соборе парижской бога-матери. Возгорание там началось тоже во время реставрации. Нотр-дам-де-Пари понес страшные разрушения. В случае же с Нижегородской фреской, к счастью, все более безобидно. Однако мозаики все же быть заверили нас на газе. И сейчас для ее правильной реставрации будут привлечены настоящие профессионалы своего дела. Неудачный рисунок, имитировавший мозаику, который подрядчик сделал без согласования с газом, был удален по требованию газа. В настоящее время Горьковский автомобильный завод для реставрации мозаики привлек специалистов Российского союза художников, которые проводят оценку работ. Что ж, с нетерпением ждем старого нового пловца и чайку. И надеемся, что на этот раз удивление будет приятным. Даниил Воронов, Василий Терехин. Время новостей. Итоги недели.